Продолжаем информбюро. Правительство Казахстана и Национальный банк просят граждан не паниковать из-за ситуации на валютном рынке. Которую неделю мы наблюдаем рост курса доллара. Из-за повышенного спроса на американскую валюту в некоторых обменных пунктах ее не продавали. Были сложности с онлайн-сервисами по обмену валют. В правительстве в очередной раз напомнили, что сохранность депозитов гарантирована государством, а для защиты тенговых вкладов их держатели получат 10-процентную премию. Но экономисты считают, что этого недостаточно. Звучат предложения перейти на фиксированный курс. Жамал Габдулина продолжит. Несмотря на то, что нефть стоит 110 долларов за баррель, это никак не отражается на удержании курса тенге. Инфляция продолжает расти, говоря о казахстанском фондовом рынке. За последние месяцы эксперты Кассе выделили три периода его динамики. Первый тренд, первая декада характеризовалась ростом индекса на фоне стабилизации ситуации после январских событий и отыгрывания значений индекса после несколько, может быть, эмоциональных пострадаж январских. В середине февраля индекс перешел в боковой тренд на фоне информационного штиля в части корпоративных событий компаний, которые входят в корзину индекса. И после 22 февраля индекс перешел в красную зону. Геополитическая ситуация сложная. Она влияет на фондовые рынки всего мира, а также на наши с вами вклады и сбережения. У Казахстана тесные торговые отношения с Россией и тенге сильно зависят от рубля. Даже несмотря на то, что экспортная цена нашей нефти растет, вместе с ней и валютная выручка. Тенге не укрепляется. Эксперты считают, что этого можно избежать только если Нацбанк начнет более продуктивную экономическую политику. Мы давно призываем к тому, чтобы мы перешли к таргетированию денежной массы, а не таргетированию инфляции. Есть базовые три режима. Соответственно, подставить под контроль объем эмиссии тенге, улучшить, существенно улучшить коммуникационную политику, чтобы было доверие. Перейти на фиксированный курс, либо плавающий коридор, какой-то фиксированный узкий плавающий коридор, для того, чтобы дать ориентиры и сбить инфляционные ожидания. Очередной черный лебедь пошатнул фондовые рынки не только Казахстана. На самом деле, очень большое влияние будут продолжать оказывать внешние условия. Это развитие дальнейшего российско-украинского конфликта, санкционная риторика, цены на нефть и даже дальнейшие действия Федрезерва, которые собираются повышать ключевые ставки. Пока не будет дальнейшей геополитической стабильности, делать выводы по точной динамике курса сложно, добавляют аналитики. Рамал Габдулина, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы.